МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте всех зрителей БУК-ТВ. Мы приглашаем в студию программы «Итоги недели». В ближайшие 30 минут рассказ о событиях Бреста, подготовленный корреспондентами нашего канала в студии Виталия Матюшин. Будем вместе разбираться в этих событиях, чтобы понять, что они значат для нас с вами. Главные темы выпуска. Оснащение судов современными цифровыми технологиями позволит вывести правосудие на новый качественный уровень. В Жабинке после реконструкции торжественно открыли здание районного суда с новосельем коллектив поздравили первый заместитель председателя Верховного суда Валерий Каленкович, председатель Брестского облсполкома Юрий Шулейко и председатель Жабинковского райисполкома Вадим Кравчук. Встреча с оценкой в десяточку. В Брестском горисполкоме прошла диалоговая площадка с председателем постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Андреем Савиных. Их девиз – тепло в каждый дом, и ему они следуют беспрекословно. 55 лет со дня образования отпраздновало коммунальное унитарное производственное предприятие Брестское котельное хозяйство. Каждый из нас несет ответственность из-за себя, из-за того парня. Это что касается перевозок службами такси и маршрутками. Сотрудники ГАИ провели рейд, зафиксировав за несколько часов порядка 20 недобросовестных водителей. В эфире телеканала БУК-ТВ еженедельная информационная программа «Итоги недели». Мы начинаем. В последнее время новости города-спутника Жабинки находятся в центре внимания Брещан. И вот новый информационный повод. Спустя 10 месяцев реновации открылось обновленное здание Жабинковского суда по улице Мира, 11. Теперь его техническому оснащению могут позавидовать сотрудники аналогичных структур всего региона. В торжественном мероприятии приняли участие первый заместитель председателя Верховного суда Республики Беларусь Валерий Калинкович, председатель Брестского областного исполнительного комитета Юрий Шулейко, председатель Брестского областного суда Антон Гущин и председатель Жабинковского райисполкома Вадим Кравчук. Все подробности в материале Людмила Логодич. Напоминанием о старом здании суда по улице Мира, 11, Жабинки теперь служит разве что адрес. Сегодня здесь располагается сооружение, модернизированное с применением самых современных технологий и материалов. А гарантом качества работ является крупнейшее в области государственное объединение Брест-Облсельстрой. Реконструкция продолжалась 10 месяцев. Наступило время передать символический ключ от объекта. Символический ключ передаётся первому заместительному председателю Верховного суда Республики Беларусь Валерию Леонидовичу Калинковичу и председателю областного района Викторовичу Калинковичу Калинковичу. С открытием объекта коллектив приехали поздравить почётные гости из столицы города Бреста. С приветственным словом к собравшимся обратился председатель Брестского облсполкома Юрий Шулейко. Действительно, сегодня судебная процедура – это часть нашей Конституции. И сегодня мы, как гражданские люди, вообще не хотели бы, чтобы наши дела когда-то приходили в суд. Мы хотели бы мирно их решать между собой. Но, однако, существует ряд мотивов, когда мы обязаны строить такие здания, создавать условия для того, чтобы процедуры, которые проходят сегодня в судебной практике, отвечали тем нормам, которые сегодня необходимы. После вступительных слов настал черёд торжественного момента. Перерезание красной ленты – символ новой жизни здания. Далее по плану – экскурсия по объекту. Масштабы модернизации впечатляют. Увеличенная более чем вдвое площадь, вместо одного зала судебных заседаний два – большой и малый, кабинета адвоката и прокурора, комнаты свидетелей, приёмы граждан, пост охраны. Всё продумано до мельчайших деталей – пространство, лаконичная мебель и новейшее техническое оснащение, локально-вычислительная сеть и IP-телефония, подсистемы аудио-видеофиксации, протоколирования и видеоконференц-связи. На всём пространстве создана безбарьерная среда. Начиная от пандуса, вертикального подъёмника и речевых информаторов до табличек со шрифтом Брайля и тактильных мнемосхем. Правосудие должно быть доступным для всех, и для этого необходимо создать условия. Это здание, оно модернизировано, но оно фактически заново построено. Тут мало что от старого осталось, если вникать в строительную специфику. При этом приоритеты отдаются, ну, действительно тем объектам, где это больше всего необходимо. Для Жабинки, конечно, это было техническое состояние существовавшего здания, прежде всего. Оно уже вызывало тревогу за безопасность тех людей, которые сюда ходят и которые работают. На сегодняшний момент суд Жабинковского района – это самый современный суд Брестской области. Потому что уже при его строительстве, при его модернизации использовались абсолютно новые технологии. Есть такие, скажем так, опции, которые на сегодняшний момент Брестскому областному суду даже не доступны. Суд Жабинковского района относится к категории общей юрисдикции. Сюда обращаются для рассмотрения гражданских дел по разным вопросам. Разрешение споров в сфере трудовых отношений и брачно-семейного законодательства. Уголовным делам и делам об административных нарушениях. Теперь в обновленном здании должны выноситься самые справедливые вердикты и приниматься самые верные решения. В преддверии общереспубликанского референдума по принятию поправок в Конституцию, который пройдет уже в следующее воскресенье, 27 февраля, в городе над Бугом проходят различные диалоговые и дискуссионные площадки. В трудовых коллективах, в учреждениях среднего специального и высшего образования. В рамках таких встреч Брест посещают чиновники разных рангов. Общественные и политические деятели, чтобы донести свою мысль до населения по поводу предстоящего референдума. В этот раз диалоговой площадкой выступил конференц-зал Брестского городского исполнительного комитета. Главный гость – белорусский государственный деятель, дипломат, представитель национального собрания и председатель постоянной комиссии по международным делам Андрей Савиных. О чем говорили на встрече, что обсуждали, расскажет наш корреспондент Александр Богданович. С тех пор, как текст Конституции с внесенными изменениями выложили в открытый доступ, дискуссии вокруг него не стихают по всей республике. Только в городе Бресте за последние 20 больших месяцев проведено порядка 200 диалоговых площадок среди граждан разных возрастных категорий. Молодежь предлагает свои инициативы. В свою очередь, старшее поколение делится своим видением Конституции. И неважно где – на заводе, университете, горосполкоме или дома на кухне – все обсуждают изменения в главном законе. Ажиотаж понятен, ибо этот документ касается каждого лично, поэтому ошибок или недостатков быть не должно. В свою очередь, администрация города уже подготовила все 133 участка для голосования. В настоящий момент в стопроцентной готовности находятся все 133 участка для голосования. Произведены сверки наших уважаемых жителей нашего города, и мы готовы к проведению референдума. Практически ожидаемая явка на уровне 80% – это наше субъективное понимание той активности, которую мы видим в наших брещан. Люди с большим интересом, с большим вниманием относятся к этой дискуссии, которая идет в отношении новой редакции Конституции, и сегодняшняя встреча тоже тому подтверждение. Андрей Савиных до приезда в Брест уже провел ряд похожих встреч в других регионах страны. Главный посыл его выступления заключается в том, что изменяя Конституцию, мы модернизируем белорусскую политическую систему. Процесс такой трансформации начинается с Конституции, но никак ей не заканчивается. Также парламентарий отметил, если проект Конституции будет принят на референдуме, потребуется изменить еще 28 основополагающих законов. Мы начинаем этот процесс с дополнения изменений в Конституции, но по большому счету мы занимаемся модернизацией собственной политической системы. И очень важно понимать, почему этот процесс возник, какие цели он преследует и какой результат он должен принести нам всем. Также парламентарий затронул вопрос экономических изменений, которые ждут нашу страну в случае принятия новых поправок в Конституцию. Стоит отметить, что основной закон очень хрупкая вещь, и важно его правильно структурировать. Ведь нельзя вносить поправки в ущерб уже ставшим догмой законам, таким как свобода слова, мысли, вероисповедание. Потому что может рухнуть то, что строилось годами. Поэтому парламентарий Андрей Савиных так скрупулезно и подходит к вопросу новой Конституции. Все изменения в Беларуси будут делаться в интересах, прежде всего, белорусских граждан. Но на деле, когда начинаешь задумываться над этим принципом, возникает вопрос, а что реально в интересах белорусских граждан? Каким образом мы должны выстраивать собственную политику, для того, чтобы обеспечить максимальный эффект, прежде всего для благосостояния белорусов, для развития национальной экономики и для социального прогресса в Республике Беларусь? 27 февраля в Беларуси пройдет референдум по внесению поправок в Конституцию. Голос каждого жителя нашей страны повлияет на то, в какой стране мы завтра будем жить. И самое большое предательство во все времена, безразличие к тому, что происходит вокруг. Сегодня важный период для нашей Родины, нашего дома, поэтому оставаться в стороне больше нельзя. Какие результаты референдума, я думаю, что брещане люди новаторские, современные и прекрасно понимают, что все новое, как правило, лучше, чем то, что было и есть. Поэтому я думаю, что в большинстве своем брещане поддержат новую редакцию Конституции. Александр Богданович, Андрей Щерба, Юрий Лимонтович, телекомпания БУК-ТВ. Торжественная дата у предприятия с большой историей. 15 февраля 1967 года было создано коммунальное унитарное производственное предприятие «Брестское котельное хозяйство». И вот уже 55 лет оно успешно решает свою основную задачу по производству и распределению тепловой энергии в городе Бресте, следуя своему девизу «Тепло в каждый дом». Поздравить руководство и коллектив с юбилейной датой прибыли представители Брестского городского совета депутатов, администрации Московского и Ленинского районов, а также подопечные из Ясли сада номер 75. На торжественном мероприятии побывала и наша съемочная группа. 27 лет назад Виктор Ковальчук вместе с супругой устроился на работу в Брестское котельное хозяйство. 20 лет трудились вместе, затем супруга вышла на пенсию, а он и сегодня добросовестно выполняет свои обязанности слесаря газовой котельной. Поддерживать в исправном состоянии оборудование – сложная и ответственная задача. Ведь от работы котельной зависит тепло в домах целого микрорайона. Но справиться с ней помогает профессионализм. «Нравится работа просто. Как бы, скажем так, душа лежит. От нашей работы зависит тепло в домах всего микрорайона Северный городок. Также горячее водоснабжение. У меня было перебоев. Все. Работало гладко, слаженно». И таких профессионалов сегодня в Брестском котельном хозяйстве более 500 человек. Именно благодаря их ответственности и самоотдаче в полной мере реализуется девиз предприятия «Тепло в каждый дом». В этом году здесь отмечают 55-летний юбилей. И в настоящий момент предприятие является прогрессивным, успешным и динамично развивающимся. А в его ведении находится 27 котельных, 111 центральных тепловых пунктов и более 300 километров тепловых сетей. «За 55 лет, существуя наше предприятие, мы вышли из структурного подразделения городского жилищного хозяйства до большого автономно работающего предприятия, которое на сегодняшний день выполняет все виды работы, от проектирования до пусконаладки и водоэксплуатации и непосредственно до оказания услуг по снабжению тепловой энергией. Свою работу предприятие начинало все далекие годы с девяти котельных, которые были нам переданы на баланс. Они работали на угле. В 70-х годах был начат процесс по переводу их на газ. В 2005 году начался процесс включения нашего предприятия по переводу рядов котельных на местные виды топлива». В подтверждении этих слов и начало работ по проектированию и строительству новой котельной по улице Инженерной. На объекте уже ведется монтаж поступающего оборудования. Суперкомпьютер. Именно так иногда между собой сотрудники котельного хозяйства называют новый объект. Котельная – эргономичная, энергоэффективная. Работать она будет на местных видах топлива. Эта стройка важна для города. Ее появление обусловлено необходимостью обеспечения бесперебойного теплоснабжения нового квартала застройки по улице лейтенанта Рябцева. Кроме того, подключены к системе будут и несколько других районов. «Планируется к установке три твердотопливных котла 4 мегаватта мощностью каждого. Суммарная мощность – 12 мегаватт. К теплоснабжению планируется как существующие потребители – это район Граевка, так же новый район по лейтенанту Рябцеву. Помимо этого, эта котельная заберет нагрузку котельной по улице 2-й проходной». Поздравить коллектив и руководство с юбилеем приехали представители Брестского городского совета депутатов и администрации Московского и Ленинского районов. Прозвучало много теплых слов, а лучшим сотрудникам вручили заслуженные почетные грамоты и благодарности. Сюрпризом стало выступление воспитанников подшефного «Яслесады» номер 75. Нужно сказать, что предприятие работает устойчиво, предприятие работает качественно, предприятие несет и большую социальную нагрузку, предприятие финансирует и оздоровительные услуги содержит пионерский лагерь. У предприятия всегда много подшефных организаций. Я хотел бы пожелать коллективу, конечно, в первую очередь здоровья физического в это непростое пандемийное время, чтобы они не болели, чтобы были здоровы их семьи, хорошей предприятию экономики. Это тоже очень важно. Ну и постоянно вкладывать деньги, инвестировать в свое развитие. Людмила Логодич, Удар Бакунович и Юрий Лемонтович. Итоги недели. Горячая актуальная тема – аварии с участием такси и маршруток. Все чаще в сводках новостей мы слышим о дорожно-транспортных происшествиях, виноваты в которых именно эти категории водителей. Особенно часто это происходит в предвыходные и выходные дни. Заказов много, спешка в прибытии на вызов, проезды на запрещающий сигнал светофора, непропуск пешеходов, вождение в нетрезвом состоянии. Ведь перевозя горожан, они отвечают за здоровье и жизнь большого количества людей. А потому сотрудники ГАИ на постоянной основе проводят рейдовые мероприятия по контролю за соблюдением правил дорожного движения водителями такси и маршрутных транспортных средств. Пятница, 18 февраля, профилактический рейд. В этот день за пару часов было выявлено порядка 20 нарушителей правил дорожного движения. Как это было, расскажет Анастасия Милишкевич. Такси, распространенный вид общественного транспорта, который можно увидеть практически везде. Нетрудно догадаться почему. Ведь его несложно заказать, с его помощью можно добраться куда угодно. Конечно, проехаться на такси будет дороже, чем, например, добраться до места на автобусе. Но это будет гораздо удобнее. А вот что касается безопасности, вот тут вопрос спорный. Сотрудники ГАИ на постоянной основе проводят рейдовые профилактические мероприятия по контролю за соблюдением ПДД водителями автомобилей, такси, а также маршрутных транспортных средств. Дело в том, что водители данной категории отвечают за жизни и здоровье большого количества людей, ведь они ежедневно перевозят сотни пассажиров. Основными нарушениями среди водителей-перевозчиков являются проезд на запрещающий сигнал светофора, нарушение правил маневрирования, обгона, также превышение скоростных режимов и неиспользование ремней безопасности как водителями автомобилей такси, так и их пассажирами. В городе над Бугом прошел очередной рейд ГАИ и транспортной инспекции по выявлению нарушений со стороны водителей такси и маршрутных перевозок. Основное внимание при проверке уделяли состоянию транспортного средства, порядку в документах и условиям перевозки пассажиров. Казалось, что наиболее часто встречающиеся нарушения – отсутствие техосмотра, но, увы, нет. Неправильная перевозка пассажиров – вот главная ошибка водителей. Находясь транспортным средствами были не пристегнуты ремнями безопасности. С нарушением вы были пристегнуты, если держать в руке ремень безопасности, это не означает то, что вы были пристегнуты. Ремнем безопасности вы не были пристегнуты. Ремень безопасности держите в руках до сих пор. Пристегнуть – это значит предусмотренное для этого место, он защелкивается. То, что вы в руке держите, оно при дорожно-транспортном происшествии не влияет на безопасность. Вы своим телом можете оказаться в переднем сидении, тем самым вы себя травмируете. За время рейда за подобное несоблюдение норм законодательства более 20 водителей привлечены к административной ответственности. Да, проверки тщательные и серьезные, что заставило многих водителей понервничать. И не зря, ведь штрафы за свои ошибки немаленькие. Кстати, за непристегнутого пассажира платит и водитель, и сам пассажир. К сожалению, сейчас сфера такси приобрела не очень хорошую репутацию в связи с тем, что набрали очень много молодых водителей с нехваткой опыта. И поэтому безопасность себя и пассажира очень и очень важна. Это всегда было важно, и надо предупреждать, чтобы пристегивались пассажиры. Ребята, не летайте, ездите аккуратно. Это ваша жизнь и жизнь других людей. Это первая задача, чтобы безопасно и максимально быстро доставить клиента. Первое слово у нас – безопасность. Да, ребята, не летайте. Ведь факторов, которые приводят к ДТП, не один и не два. Один из таких – непройденный техосмотр, который подвергает опасности не только вашу жизнь, но и жизнь пассажиров. Во время диагностики у машины проверяют рулевое управление, тормоза, свет и другие параметры, влияющие на безопасность. Если машина неисправна, то неважно, каким бы профессионалом ни был водитель с управлением автомобиля, он не справится. По данным ГАИ за январь месяц около трех тысяч водителей были задержаны и к ним были приняты административные меры за непрохождение техосмотра. Ну, три тысячи – это значительная цифра, тем более из них повторно около пятисот. То есть многие еще игнорируют прохождение техосмотра и говорят, что на нашей станции приезжать не торопятся. Хотя вопрос безопасности дорожного движения, я считаю, в плане технического состояния транспортных средств является одним из основополагающих. Без внимания не остались и водители маршруток. Хотя сейчас на дорогах больше порядка, но нарушения в работе водителей городского транспорта все еще выявляют. Каждый водитель при выезде на линию проходит механика, где осматривается транспортное средство. У них заключены договора с механиками, где они проходят. Также там же они проходят и освидетельствование. Но с нашей стороны ведется контроль такого плана. Сейчас в настоящее время все маршрутные такси в городе Бресте оборудованы видеорегистраторами, как по ходу движения, так и в салоне. Поэтому мы в любой момент можем затребовать у перевозчика видеозапись видеорегистратора и тоже ее просмотреть, посмотреть, какие нарушения есть. Одно из самых распространенных среди маршрутчиков – перестроение без включения поворотника. Это доставляет неудобства другим автомобилистам, а иногда таким образом создаются аварийные ситуации. И, конечно же, перевозка пассажиров, которые от нехватки мест едут стоя. Даже при легком столкновении такой человек пострадает в первую очередь. Как говорится, сидя едешь – дальше будешь. К нам поступают жалобы на перевозки пассажиров, как на маршрутных такси, так и в общественном транспорте. Мы их рассматриваем и даем ответы заявителям. Жалобы разного характера. В плане того, что иногда и в салоне запах сигарет есть, в плане того, что больше сверхколичества пассажиров перевозится. Но это в основном в час пик. Рассматриваем, даем ответы заявителям. Сотрудники ГАИ призывают также пассажиров к осознанному выбору перевозчика, чтобы в дальнейшем обезопасить себя от возможных неприятностей. Каждый из нас несет ответственность и за себя, и за того парня. Это что касается перевозок. Десять лет назад в распоряжении Брестской таможни появился первый в Беларуси стационарный досмотровый комплекс. Не случайно его построили именно в пункте пропуска Козловича на границе с Польшей. Именно здесь идет постоянный поток габаритных машин. За десять лет через стационарный комплекс прошло несколько сотен тысяч автомобилей. Часто пропускной пункт пересекают фуры, в которых нередко перевозят незадекларированный груз. Съемочная группа телеканала Бук-ТВ узнала у сотрудников таможни, как по итогам десяти лет проявил себя стационарный досмотровый центр и насколько качественно он выполняет свои функции. Александр Богданович с подробностями. В пункт пропуска Козловича в Бресте ежедневно пропускают через себя несколько сотен автомобилей разного калибра от легковых до больших грузов. Естественно, сотрудники таможни просто физически не могут досмотреть каждый автомобиль вручную. Для этого и существуют досмотровые комплексы, оснащенные рентгеном. С помощью них можно без труда обнаружить незадекларированный груз. Брестской таможне в 2012 году построили тогда первый в Беларуси стационарный досмотровый комплекс. Он и по сей день проверяет автомобили на возможные нарушения. Его главное преимущество – простота в использовании. А от сотрудников важно лишь одно – внимание к деталям. На данном рабочем месте оператора контроля оборудования инспектор следит за тем, чтобы в процессе сканирования никто не вошел в радиационно опасную зону.